всем здравствуйте дорогие мои вы снова на канале купить недвижимость в испании меня снова зовут анна еще не сменила я имя друзья сегодня прям у нас эксклюзив в таком месте вы еще не были идем смотреть квартиру я вам рассказывал давно когда мы ходили по району компонар в котором мы сейчас находимся я вам говорила что есть в районе компонар дом кальвари который очень специфический дом и в котором я когда-то купила квартиру так вот квартира освободилась и я с радостью вам ее показываю чтобы вы увидели все трущобы которые только можно увидеть всем расскажу все вам покажу надеюсь будет интересно сзади меня находится этот дом это никасио бин йог улица доктор никасио бин йог номер пять это очень необычный дом это очень он очень большой вот мы его сейчас вам покажем сверху вот видите это ну просто нереально большой дом социальные наверное в свои времена то есть он необычный и мы с вами сейчас постараемся и как-то заснять вам все внутренности чтобы вы могли посмотреть так что это будет нелегко но вот такой вот он четырехэтажный с лифтом друзья мои с лифтом но сейчас мы с вами все увидим пойдемте вперед смотрите значит дом внизу у него много бизнеса да несмотря на то что дом очень скромный он находится в очень крутом месте и только благодаря этому он собственно да в нормальном более-менее состоянии у него ниже нулевые этажи которые смотрят на улице они все с бизнесом да а вот а мы когда пройдем внутрь вам постараемся что нибудь показать там уже конечно будет все жилое так ну что заходим а у нас здесь такой внутренний двор большой 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 при большой что я могу сказать есть рампа да чтобы по ней мы побежали побежали со своими колясками или чем-то ведь и большая территория здесь есть охрана здесь есть домофон здесь в принципе то все не сильно плохо но это потому что я привыкла для вас это будет шок в любом случае поэтому идем с вами вперед и будем все смотреть вот мы с вами идем по внутреннему двору да идем вот тут у нас лифт мы сейчас с вами к лифту придем и я вам все покажу сильно много не снимаем потому что все-таки это грубо частная территория сколько великов эти но мы сейчас это с вами все увидим из квартиры так проходим сюда смотрим лестница шикарная широкая хорошая добротная лестница и вот здесь вот сделано помещение для почтового для почтовых ящиков вот смотрите они все очень скромные они все бедненькие видите где-то вот такие вот эти стоят где-то вообще все видите забито вдоль и поперек да вот то есть скромный дом я вас уже предупредила что дом будет скромный и лифт имеется лифт говорят что его поставили уже после он очень медленно ездит но он лифт извините так ну вот видите вот такой вот лифт очень даже неплохой и мы с вами попадаем на третий этаж и дальше начинается у нас веселье на самом деле вы посмотрите и так мы с вами идем вот по таким коридорчиком они общие и вы попадаете к своей квартире из каждого из них смотрите вот здесь красиво сделано эти цветочки все такое здесь у тети три квартиры куплено подряд ну то есть каждая квартира примерно 50 60 метров вот и считайте она купила три в свое время у нее очень большие хоромы несмотря ни на что так идем с вами вперед все смотрим 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 да то есть в основном сделано так небольшой проем и две комнаты две квартиры да там примерно по 50 метров идем сюда идем сюда идем сюда идем сюда так мы с вами пришли давайте оценим здесь конечно не самое лучшее расположение но уже извините как есть потом вам все расскажу история история покупки и цены и все такое это все в конце значит вот так вот это выглядит да квартирка небольшая грубо это типа как балкончик сюда вы выходите и сушите здесь белье вешаете здесь белье видите вот мешает немножечко вот этот кусочек потому что солнце но все равно солнце видите есть и этому сейчас зима на что тут сказать два окошка дай и посередине как говорится заходим с вами добро пожаловать добро пожаловать так заходим до оставлю открытым что что мы имеем мы имеем маленькую квартирку буквально 50 метров вот это у нас большой салон здесь видим по этому самому потолку что здесь когда-то была стена и это была и кроскопическая комната я этот момент не застала дальше что мы имеем с этой стороны у нас ну собственно зона да то есть телевизор древний мой есть да и небольшая зона чтобы покушать мебель не моя сразу говорю я сдавала без мебели квартиру давно давно и люди сами закупили мебели и она вот тут осталось собственно да окошко в европу я покажу вот это окошко с кухни ничего здесь не делать никакой здесь супер мега ремонт не делался все было очень скромно все расскажу и так вот окошко вот здесь готовить и и сюда еду передали и отсюда же забрали проходить сюда здесь небольшой коридорчик это единственный коридорчик который здесь есть да там два метра потолки здесь на самом деле высокие три с половиной где-то но они попали по всей квартире опущены не мной да я их сейчас со временем подниму так кухня очень маленькая прям скромненькая здесь у нас холодильник стал да что мы здесь имеем буквально несколько шкафчиков мебели до шкафчик я ничего не делал я только столешницу сверху сделала и все все шкафчики секрет фирмы все шкафчики обклеены белой пленкой а внутри они все не белые видите если это все старенькое такое но я это все подделывают также квартиру много лет не видела и сейчас ее вам снимаю и завтра уже как говорится не начнется ремонт вот все скромненько вот это не обклеена потому что это сами жильцы которые здесь жили они вот здесь сделали полочку до чтобы убирать туда вещи вот а так в основном все все шкафчики обклеены дальше ну и вот у нас здесь кое-как вылезла стиральная машина бойлер и здесь духовка духовка хорошая новая и а вот и сюда полюбуйтесь вот что значит первая квартира моя купленная я здесь установила дорогущая около 500 евро очень дорогая светлая беленькая варочная поверхность но вы же понимаете даже человек который который хочет сделать все дешевле и скажем так практичнее никогда не купит белую вещь в на кухню и еще и съемную квартиру но это первое но вы понимаете это первое такое это крови душка моя выстраданная ну конечно ей все самое лучшее даже отклеила пленочкой дальше идем сюда здесь у нас сразу ванная заходим ванная ванная тоже маленькая но больше чем кухня чтобы узнали а может быть и так же а значит что вот это была заменена да поставлена новая а ванная все остальное она такая стала здесь все так было еще здесь вот дырка осталось от беды представляете и так 2 метра на полтора еще и беды здесь была ну это просто дурдом вот в принципе все остальное осталось Вот, все можете посмотреть. Плитка такая же осталась, в принципе, здесь ничего не делать. Единственное, что было, в ванной вот здесь была течь, и пришлось разобрать вот там вот все внизу. То есть, чем плохи ванная и испанские квартиры, тем, что если там накосячили, то туда хрен долезешь и хрен достанешь. В общем, было очень неудобно. И дальше мы с вами идем. Идем мы с вами. Я не знаю, зачем здесь дверь, но здесь хорошее решение, потому что здесь две комнаты, и чтобы в них в обе зайти, сделали под углом, да, под углом сделали две двери, и вот вы заходите в две двери. Значит, у нас одна спальня и вторая. Первая спальня, она большая, с двухспальной кроватью. Здесь, смотрите, да, большая кровать, тумбочки, ну, все как обычно, собственно, да. И вот здесь вот шкафчик для, ну, с вещами, куда складывать, собственно, вещи. Все довольно скромненько. Более того, по потолку можете посмотреть, вот здесь вот был встроенный шкаф. То есть, углубление было с той стороны, был шкаф сюда, да. Это все убралось. А сейчас заменятся потолки полностью, чтобы это было прилично, и они поднимутся выше, вот, и будет совсем по-другому все смотреться. Этот встроенный шкаф мы убрали туда, чтобы увеличить эту комнату и сделать ее, соответственно, побольше и нормального размера. Так, пошли дальше. У нас осталась последняя комнатка. Последняя комнатка. Она маленькая, одинарная, то есть, квартира небольшая, рассчитанная там на трех человек, на маленькую семью, да. Вот здесь у нас комнатка с небольшой кроватью, да, и с небольшим шкафчиком. Кому надо, тот докупит. Это все здесь осталось от предыдущих жильцов. Ну, там, несколько жильцов назад, да. Все осталось. То есть, мебели здесь не было никакой. И у нас с вами балкон. Ну, как балкон? Помните, я вам рассказывала, что были дома, где был период в жизни в Испании, когда строили дома без балконов. Вообще без балконов. И в один прекрасный момент законодательство изменилось и было решено, что балкон должен быть хотя бы номинальный. Просто должен быть балкон. Поэтому появился новый период в жизни Испании, когда абы какой балкон они строили. То есть, это был не нормальный балкон, а это был балкон, где влезет мужская нога 45-го размера и все. Вот полюбуйтесь на такой балкон. Вот смотрите, да. Это две мои ноги не влезают. Вот, видите? То есть, мой 37-й, там, 38-й размер, они вдвоем не влезают, две ноги. Это балкон, да. Выходите на балкон, будем с вами смотреть, что здесь имеется. Итак, вот там мы с вами начинали. Вот там внизу, видите, где лавочки. Это все уже было сделано после покупки. Да, здесь вообще, на самом деле, очень круто, очень крутой район. Вот этот дом большой, приличный, да. В этом доме, чуть дальше к концу, оранжевая вывеска, можете видеть. Совсем рядом, где-то здесь, этот самый, как он называется там, метро Компонар, да. Слева у нас, опять-таки, Авенида Компонар, то есть, проспект Компонар. И сюда пошла улица Никасио-Бен-Йок и Бурхасок. Вот там вот улица Бурхасок, вот где едут мотоциклы и машины, да. Вот, на самом деле, расположение здесь очень крутое, очень замечательное. Так, я замерзла, вернемся в дом. Так, все, капец, я замерзла. Давайте выходим с вами, сейчас присядем, и я вам расскажу подробности получения этого объекта недвижимости. Так, ну что, друзья мои, посмотрели на мое маленькое чудо, да, история покупки. Ну, возможно, я где-то об этом рассказываю, но сейчас уже не помню, и многие из вас первые меня видят, поэтому вот рассказываю. Значит, обратились ко мне люди с Украины в 2018 году, и попросили продать их квартиру. Попросили продать за тысяч, за 40. Я говорю так, и говорят, что вот она находится вот в этом районе, дом с лифтом, третий этаж, думаю, да какие 40 тысяч, там можно и 70 просить, думала я. Я пока не пришла сюда, собственно, да. Когда я сюда пришла, я, конечно, была в шоке, я думаю, боже, что это, что это за дом, почему он такой странный, как это вообще продавать, что с этим вообще делать, да. Да, и, ну, квартира была в очень плохом состоянии, ничего общего с тем, что вы сейчас видели, да, и, ну, как-то я просто очумела, что вообще такое бывает в Испании, да, такие вот дома необычные, как, я не знаю, как их назвать, как не хрущевки, а как вот вы, ну, идете, у вас общий двор у всех, да, вы все по этому двору ходите, по этим балконам, да, внешним, да, и заходите в каждую свою квартиру. В общем, такое очень странное, очень странное здание, причем у вас нумерация квартир идет в зависимости от этажа, то есть на каждом этаже, например, 50 квартир, да, и у вас будет там, мы на третьем этаже, там, 301 квартира, то есть первая квартира на третьем этаже, 315, это 15-я квартира на третьем этаже и так далее, да, и 4 этажа плюс нулевые. Ну, я ходила, ее показывала за 45, и я ее несколько раз продала. То есть я несколько раз нашла продавцов на квартиру, и говорю хозяеву, говорю, приезжайте и продавайте. И они не приезжали, говорили, что некогда приехать и ее, собственно, продавать, что меня просто вымораживало. Я говорю, подождите, говорю, я вам, я здесь работаю, я нашла клиента, вы не приезжайте продавать. Вы что, издеваетесь? Потом опять и опять, и так вот несколько раз. И я психанула, плюнула, говорю, так, я не буду ничего продавать. И потом мне звонит хозяин и говорит, Аня, нужно срочно продать, срочно прям вообще продать, потому что нужно вложить деньги в другом месте, и оно здесь мешает. Поэтому давай за любые деньги быстрее, быстрее. Ну, я мужу все рассказываю, говорит, так ты сама купи. Я говорю, я? Зачем? Я говорю, там такой дом, там это, там это. Он говорит, ну и что, говорит, возьми и купи. И чего, говорит, у тебя все равно, типа, денег там не больше, чем, да, вот, возьми и купи. И я что, так, уже настолько много сюда ходила, я уже знала здесь всех соседей, меня уже всех вспоминали и встречали. И как-то я так уже к ней привыкла, что говорю, а вот чего, возьму и куплю. И я ее купила за 37 тысяч. Много, это много было. Я поняла, что надо было, просто я была очень скромная, да я и сейчас, мне кажется, скромная в плане торгов. Для вас я торгуюсь нормально, у меня, как говорится, язык повешен. Но когда речь идет обо мне самой, мне всегда так неудобно. Вот что значит иметь рядом хорошего агента, блин, который бы поторговался за меня. Вот, и мне как-то неудобно, я стеснялась, говорю, ну давайте за 37 я у вас ее возьму, хоть завтра куплю. И вот мы так решили, а надо было дарить хотя бы 35. Разница небольшая, но все равно. Ну так вот, и как-то так получилось, что я ее купила на 35, причем эти люди в свое время, буквально там пару лет назад, купили ее за 22, чтобы вы понимали. Да. А соседка купила ее за 16. Да, вот были такие цены, я сама в шоке. Продавали банки, а банкам было все равно, они отделались от всего. Да, и 16 тысяч 22, я за 37. Сейчас в этом доме квартиры стоят в районе 100 тысяч 90-100. Не знаю, по чем продаются конкретно, но 90-100 они стоят. Да, стоят, вернее, на идеалисте. Район Кальвари можете там увидеть сразу. Вот, но вот такая ситуация, представляете? И вот, купила я, в общем, за 37, и мы с мужем вдвоем в 4 руки пытались что-то из этого изобразить, красили, что-то тут подделывали. Ну, короче, это было очень все скромно, очень. Это моя первая квартира, у меня даже не было бригад по ремонту. Я ничего вообще в ремонте особо не понимала. Хотя вроде 18-й год, 5 лет назад, там не так много, да. Но все равно как-то вот очень все скромно было, да. Сейчас я, конечно, захожу и говорю, это что? Это мое? Точно? Но я много раз прорывалась ее продать, но заходила сюда, и, ну, это же кровиночка, это же первенница, вы понимаете? Ну, с первенцем, с ним всегда вот на руках он будешь до конца своих дней носить. И я как-то ее не продавала. Ну, то есть она мне приносила, сдавалась она за 500 евро, за 600 евро сдавалась, да, и дороже сдавалась, вот. И это было в довоенный период, да. Вот сейчас люди на ней прожили довольно долго, они съехали, и я ее увидела спустя много лет. Ну, в принципе, конечно, подделать тут чего-то где-то нужно будет, да. Но в целом для того района, где она находится, конечно, за 600 евро здесь уже ничего давно-давно нет. Здесь за 1000-1200 и выше, да. Ну, этому дому можно сделать скидку, будет меньше. Опять-таки, если к дому привыкнуть, как я, у меня тут все свои, меня тут все знают. Ты идешь по коридору, поэтому с цветочками, и тебе все, Аня, привет. Ну, это классно на самом деле, я поэтому вообще, у меня нормально все. У меня даже был момент, когда я хотела скупить здесь много квартир, да, но как-то я росла в своих идеях, в своих мыслях, решила в одну корзину все яйца не складывать, поэтому раскидала, раскидала все яйца во всем корзинам. Ну, вот такая вот ситуация, то есть прибыль из этой квартиры получается где-то, ну, я вложила туда деньги, да, еще, где-то она мне в 50 встала, все вместе с налогами и со всем, да. Ну, и получается у меня прибыль где-то, ну, не 20%, ну, 15-то, наверное, точно есть, если я буду ее сейчас давать по другой цене, да. Вот. Вот такая вот ситуация необычная, представляете, встретила квартиру гадким утенком. И потом в моих глазах она выросла до лебедя, ну, хорошо, не белого и шикарного, но до лебедя. Давайте плюсы-минусы оценим. Значит, плюсы квартиры однозначно это район, плюс в ее цене был в свое время, да, это декабрь 18-го года она покупала, соответственно, декабрь, там, 19-е, 20-е, 21-е, 22-е, 23-е, то есть 5 лет, вот, и, соответственно, она приносит прибыль, там, небольшую, но прибыль, да. И какие еще плюсы? Лифт, наличие лифта на минуточку, да, в таких скромных домах наличие лифта. Скромный, не скромный, а лифт есть, извините, да, не надо на себе все это переть. Вот. Из минусов, ну, понятное дело, что это дом, хотя на самом деле дом очень облагородился. Как я вам сказала, здесь есть охрана, здесь, ну, если кто-то шумит, то есть тут сразу же сообщается, и сразу же приходят люди и успокаивают, да, скажем так. Вот. И дом довольно большой. Из минусов, конечно же, это непривычный его внешний вид, да, что на него смотришь и понимаешь вообще, в чем дело. Но, по крайней мере, как вы видели с, там, с гугла, с гугл-карты, он очень необычный. И когда вы смотрите всегда во внутренние дворы, это одно. Тут у меня хотя бы я смотрю на большой проспект Никасио-Вемьёк на дорогу, да, ну, более-менее какая-то цивилизация. И минусы маленькая, ну, для меня это не минус, цена у неё маленькая, квартира маленькая. Я вообще люблю маленькие квартиры, если мы говорим о том, что там нужно жить, там, один-два, там, человека, или семья с маленьким ребёнком, я считаю, вообще вполне нормально. Более того, 50 метров из которых 20 коридор и 50 метров из которых 2 коридор, это две разные квартиры, как вы понимаете. Здесь, на мой взгляд, всё хорошо. Я была в квартире этажом выше, там вообще всё по-другому, там три спальни, там вообще, там просто капец. Всё очень, здесь мне просторно, мне нормально. Всё, не буду вас грузить, давайте с вами выйдем сейчас на второй балкон, да, и посмотрим с высоты на внутренний двор. Так, выходим. И идём с вами вот сюда. Вот, смотрите, мы вот здесь с вами заходили, да, здесь люди ходят, но, в принципе, вот, смотрите, видите, вот такой вот дом, и вот такой вот нижний, да, вот здесь вот мы с вами по лестнице шли. Вот, видите, и вот эта улица Ника Сюбиньёк, это вот главный вход, здесь очень много входов, так как дом очень гигантский, здесь очень много входов, штук 5, наверное, точно, со всех сторон этого дома. То есть, можно и с задней стороны зайти, и с боков, или где угодно. Вот, то есть, ну, и выходишь, здесь вся цивилизация, вот, Консун, да, опять-таки, и большой перекрёсток, и всё здесь есть. Внутренний двор, вот туда можете посмотреть вниз, это мы там с вами проходили, узкая улочка, да. Вот, узкая улочка, ну, и вот такой вот двор внутренний. В принципе, здесь довольно тихо, довольно спокойно и хорошо, на самом деле, да. Велосипеды, опять-таки, свои ставят, лифт есть, да, ну, всё здесь, на самом деле, очень даже прилично. И таких вот дворов их несколько, да, с этой стороны двор, с той стороны двор, и с задней части тоже дворы. Так, ну, всё, в принципе, решётки, да, которые так всех пугают, здесь они имеют смысл, ну, потому что здесь все ходят мимо, да, и могут в окно залезть, поэтому я её хотела сначала убрать, эти решётки, но потом убирать не стала, я их просто покрасила в белый цвет, поэтому у меня у единственной белой решётки, у всех остальных тёмной. Кстати, вот там последняя квартира, там, конечно, солнце никогда не попадает, более того, идите сюда. Изначально планировка была другая, вот здесь была дырочка, и вот так были два, две квартиры, сюда и сюда. Но, видите, видно, два соседа договорились, они здесь замуровали, поделили пополам, и частички себе отдали, и сделали себе между окнами, сделали себе вход, вот, в который мы с вами, собственно, и заходим, да. Вот такая вот ситуация у нас. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, и пишите комментарии, и приглашайте своих друзей на наш канал, тем, кому интересно недвижимость в Испании. Будем продолжать с вами вместе работать, я для вас работать, вы смотреть, набираться опытом. Всё, всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok